Пожар у нас начался в субботу, еще в 8.40 ко мне забежали дети, естественно, в выходной день мы все спали. Забежали дети, мама дым пошел какой-то. Я ничего страшного, не переживайте, это не страшно. Наверное, опять на кухне что-то у кого-то подгорело. Уже буквально через минут пять раздался мне на телефон звонок от моих знакомых с восьмого этажа, которые уже позвонили в МЧС. Я выглянула в окно, уже стояло три пожарные машины или четыре, я уже точно не помню, потому что с просойнией это все дело происходило. В коридоре у нас уже вовсю валил дым, через коридор в детскую. Мы закрыли дверь плотно, у меня как раз только-только поставили новую дверь. Забежали в большую комнату, закрыли дверь, завесили ее и встали возле окна. МЧС сказала закрыть все окна и двери до выяснения очага возгорания. Поэтому все было завешено, стояли тихонько ждали. Дым пошел по стояку, по лестнице, у нас центральная лестница и две боковые. Горела именно центральная. Дым пошел вверх по лестнице. И получается я вышла, открыла дверь центральной лестницы, там конечно было ужасно. Все, я сразу же обошла по другой лестнице, там задымления не было. Вышла сюда в фойе на первый этаж, уже была аварийка. Не аварийка, а МЧС. Ребята уже приехали сюда. И они приступили к тушению. Все происходило. Было очень страшно, было задымление. Вот страшное. Ну у нас на четвертом этаже, наверное, в сравнении с верхними этажами было не так темно. Хотя не могу судить, я дверь на коридор не открывала. Открывал мой старший сын. Он видел это все. Старший сын, конечно, глотался с дыма. Скорая нам объяснила, что и как делать в такой ситуации, когда ребенку плохо и тошнит. В принципе, до конца дня уже все прошло. Самое страшное, что могло было быть, оно не случилось. И это самое-самое главное. Очень быстро среагировали. Не успела только посмотреть. Вроде бы только заметили дым. И в окно глянули, уже были пожарные службы. Я думаю, что все сделано четко, грамотно, очень быстро. По моему мнению, работа спасателей была просто на высшем уровне. Ребята-спасатели, это всегда, у меня к ним трепетное отношение, потому что они всегда готовы помочь, всегда готовы пожертвовать своей жизнью. Лично от себя могу сказать большое спасибо, как говорится, потому что очень быстро все произошло. Честно говоря, даже не успели заметить, как это, что это. Все случилось, но очень быстро эвакуировали. Ребенку сам сотрудник был без маски, ребенку отдел отдал свою маску. Нас быстро очень спустили вниз. Так что лично я очень довольна. И успокаивали ребенка, и меня успокаивал. Поэтому работой сотрудника очень довольна. Была уверенность в том, что спасут. Потому что, может быть, я и запаниковала бы, если бы я не выглянула в окно и не увидела кучу спасательных этих машин. Все, в голове только одного из, точно спасут, ничего страшного не случится.